Мы не можем самолёт соминизировать. От звука двигателя пропал. Катастрофов становится всё больше и больше. Есть ли что-то, объединяющее три катастрофы 2021-го? Нищая компания не может по определению стать безопасной. Все приборы исключительно были поставлены ещё при Советском Союзе. И до сих пор сохранилась и работа. Когда медведь выходит на полосу, это случаи бывают. Самое слабое звено в самолёте, к сожалению, — это экипаж. Всё лучше, чем кроссовки продавать. Мне бы очень хотелось знать, что такое пилот-инструктор в России и экзаменатор. Упражнение 31, прыжку готов. Я увидел искры в левом двигателе. Самолёт потерял скорость и почти 3 км высоты. Термин «безопасность полётов» в законодательстве найти очень непросто. А вы что думаете, что вы летаете всегда на исправном самолёте? Порядка д Dead Wide End Корректор обвин старети Авиакатастроф «Авиакатастроф» Привет, друзья! Сделать этот выпуск меня просили многие подписчики и многие мои знакомые, которые в курсе, что я авиационный человек и частный пилот. Все эти люди задавали один вопрос. Почему в этом году столько авиакатастроф? Что у нас происходит в авиации? Именно потому, что я имею отношение и к журналистике, и к авиации, я знаю, сколько ошибок обычно лепят журналисты, когда начинают делать материалы на авиационную тематику. Я надеюсь, сегодня нам удастся их избежать, но для этого мы постараемся максимально отстраниться от эмоциональной стороны дела и поступить экспертно, то есть разложить всё по полочкам. Итак, в 2021-м в авиакатастрофах в России погибли 112 человек. Здесь речь в том числе и о военной авиации, и об авиации общего назначения. Это когда человек решает стать пилотом-любителем, как я в своё время, летает на маленькой «Сейсне» или на вертолёте «Робинсон» и попадает в лётное происшествие. Но нас с вами в этом выпуске будет интересовать в первую очередь коммерческая авиация, коммерческие авиаперевозки. Почему? Потому что это то, что касается большинства из нас. Когда человек не интересуется авиацией, он просто заплатил деньги, купил билеты, хочет добраться из пункта А в пункт Б. И нам важно понять, действительно ли стали больше рисковать те, кто, покупая билеты, пользуется российскими авиакомпаниями. Давайте для начала разберёмся, действительно ли в коммерческой авиации в России растёт число авиапроисшествий. Многим кажется, что катастроф становится всё больше и больше. И если в предыдущие годы это было субъективным ощущением, то в 2021 это очень чёткая, подтверждающаяся статистикой динамика. Динамика очень пугающая, негативная. По сравнению с 2020 годом, когда почти никто не летал из-за коронавируса, конечно, рост есть. Но это если сравнивать год к году, это слишком короткий период. Нужно усреднять хотя бы лет за пять. И тогда будет видна тенденция. Ну давай рассмотрим этот график. Вот он очень показательный. За последние девять лет мы видим. Десять лет, да. С 2012 по 2021. 15-й год, давай сразу поясним. 15-й год – это Египет. Синяя – это катастрофа, красная – это жертва. Красная – это жертва. Это А321 над Синайским полуостровом. Это бомба, заложенная на борту. Это теракт. Если вынуть отсюда 224 человека, которые погибли в нём, то получится обычный средний столбик, вот этот красненький. То есть поэтому с учётом всей авиации общего назначения, авиаработ, ну вот мы где-то на уровне 90-110 жертв и сколько там… Два-три десятка авиакатастроф. Да, но это с учётом авиации общего назначения и даже не зарегистрированных воздушных судов. Такое тоже явление бывает, когда люди не регистрируют ничего. Если отсюда вынуть авиацию общего назначения, то количество авиационных происшествий резко упадёт. Это буквально один, два, три, четыре, пять, может быть, в год. То есть будут учитываться только коммерческие перевозки, где были пассажиры, платившие деньги. Так и есть. Но количество будет 50-70 человек в год погибает в такой авиации. Согласно статистике, в этом году в трёх авиакатастрофах в коммерческой авиации погибли 40 человек. Это катастрофа Ан-26 в Камчатском крае, катастрофа Ми-8 с туристами тоже на Камчатке и катастрофа Л-410 в Иркутской области. О каждой из них мы подробно поговорим. Кроме того, произошли две авиакатастрофы в парашютном спорте с большим количеством жертв, мы разберём и их. И не можем не упомянуть про громкую аварию в Томской области. Там была аварийная посадка Ан-28 в болото, обошлось без жертв, ну, в общем, чудом. И, конечно, мы поговорим о декабрьском случае серьёзного обледенения на большом авиалайнере А321, авиакомпания «Севен» в Магадане. Начнём с самого серьёзного, с катастроф, то есть авиапроисшествий, повлекших человеческие жертвы, в том числе среди пассажиров. Давайте поймём, есть ли что-то, объединяющее три катастрофы 2021-го? Да, есть. Они все произошли в региональной авиации, на местных воздушных линиях, где летают относительно небольшие воздушные суда, в одном случае это вообще был вертолёт, которые, как правило, летают из областного центра в маленькие города и посёлки. Что же не так в российской региональной авиации? Почему именно здесь мы видим такую тревожную статистику? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобрать две ключевые темы. На чём летают в регионах? Надёжна ли эта техника? И второе – кто те люди, которые пилотируют эту технику? Вы когда-нибудь задумывались, что значит слово «премиум»? Согласно словарям, «премиум» – это лучший, отличающийся высшим качеством. Обычно в словарях приводят пример употребления слова. В данном случае у меня есть свой пример – «Альфа-премиум». «Альфа-премиум» – это премиальный сервис номер один в России. Что это значит? Особый курс обмена валютой. Свой человек в банке, который поможет решить любой вопрос, как лично, так и удалённо. А ещё тревел-привилегии. Каждому новому клиенту – один трансфер, два прохода в бизнес-залы любых аэропортов и расширенная годовая страховка в подарок. Уже четыре года подряд «Альфа-премиум» становится лучшим премиальным банком в России по версии «Франк Эрджи». Получается лучший среди лучших. Думаю, теперь у вас точно нет вопросов, что значит «премиум». А чтобы закрепить, подключайте «Альфа-премиум». Первые три месяца бесплатно. Все подробности по ссылке в описании. У нас всего 47 воздушных судов на сегодняшний день. Причём у нас смешанные парки вертолёты, которых у нас на сегодняшний день 24, и самолёты различных калибров. От Л-410, самой маленькой ёмкости, долгое время это был самолёт Ан-24, Ан-26, Ан-26-100, такой грузопассажирский гибрид. И буквально с текущего года мы тут революцию совершили в этом деле, и сегодня основным региональным самолётом для нас является самолёт АТР. В вашем парке, насколько я понимаю, два типа основных. Это Ан-28 и Л-410, правильно? Да, совершенно верно. То есть Ан-28 – это тот тип, с которого мы начинали работать. В декабре 2017-го мы уже приобрели Л-410 в лизинг. И с той поры два типа. Я посмотрел, какой у вас авиапарк, как и в большинстве региональных авиакомпаний, в основном Ан-24 и Ан-26. Скажите, у этих самолётов вообще сейчас какая-то более молодая замена на рынке есть в теории? Нет. Ну, как сказать, некоторые специалисты считают, что есть это зарубежные Даши, это АТРы, но не всегда они способны работать в тех условиях, в которых работают Ан-24, в частности, на Крайнем Севере, на Северо-Востоке, то есть это Чукотка, Магадан. Это и погодные условия, даже не погодные, а климатические, и особенности взлётно-посадочных полос. Все называют «Суперджет» региональным самолётом. Это называется «заболтать проблему». Что это за региональный самолёт, который летает из Москвы в Самару? Самолёт Ан-24, самолёт Л-410, самолёт Як-40, самолёт Ан-72. Вот что объединяет все эти самолёты? Высокое расположение двигателя и возможность посадки на грунтовой аэродром. То есть там, где в регионах нет возможности, там какие-то старые полосы, какие-то грунтовые аэродромы, ну туда же «Суперджет» не пролетит. Он не сядет. Он не сядет туда. Поэтому речь идёт об этих регионах и об этой региональной авиации. Во всём мире полёты на региональных и местных перевозках имеют, как правило, отрицательную рентабельность и существуют за счёт тех или иных субсидий или дотаций. И поэтому рынка таких самолётов практически не существует. Да, правда, в России сейчас ведётся разработка самолёта под названием ТВ-РС-44. Это будет, по большому счёту, летающий внедорожник, который в наибольшей степени может заменить Ан-24. Но, опять же, этот самолёт пока не построен, пока не продаётся. А это значит, что Ан-24 и Ан-26 являются сегодня незаменимыми. Сколько этому самолёту лет? С 2003 года вышли. Все приборы исключительно были поставлены ещё при Советском Союзе. И до сих пор сохранилось и работает. Самолёт, хоть он и, скажем так, возрастной, но, несмотря на это, в него был заложен колоссальный ресурс. Он очень неприхотлив, очень надёжен. Неплохо было бы заменить авионику на современную. Но, опять же, в условиях Крайнего Севера жидкокристаллические мониторы, они все начинают замерзать, корректно не показывают всё и отключаются. А эти не замерзают? Ну, это да, это все аналоговые приборы. Постучали и дальше поехали? Ну, не то, что постучали. Они так работают, не надо стучать. Самолёту, скажем, 40 или 50 лет. Насколько он безопасен? Потому что мы знаем, что старая машина чаще ломается. Алексей, ты, наверное, знаешь, что в мире летают самолёты гораздо более старшего возраста, чем 40-50 лет. Ну, Соединённые Штаты возьмём как бы как законодатель авиационной моды, и они первые там начали всё это разрывать. Тут это как никуда не денешься. У них летают DC-3 ещё. То есть самолёты 30-х годов выпуска, прошлого века. То есть самолётам скоро будет по 100 лет. Я понимаю, что там другие двигатели стоят, но смысл в том, что самолёт летает до сих пор. Есть такое понятие, как лётная годность, и любое воздушное судно, самолёт, вертолёт получает, продлевает эту лётную годность и проверяется регулярными интервалами. Есть масса этих интервалов. Там каждые 100 часов, каждые 50 часов какие-то операции производятся. Либо по календарю раз в год и так далее. И дальше всё проверяется. И, естественно, там части, которые рискуют отказать в следующий период, они меняются. Если у вас самолёт неисправен и если где-то будут замечены какие-то моменты некачественного технического обслуживания, продлите ли вы сертификат лётной годности этого самолёта? Ну да. То есть помимо сертификата лётной годности, который должен быть всегда на борту и всегда он должен быть действующим и активным, есть ещё, помимо многих прочих всяких документов, есть так называемый МЭЛ, минимум эквипмент лист. Это то, с чем ты... Да, на русских самолётах это, в принципе, это лист минимальных отказов, с которыми вы имеете право вылетать. Тоже частый вопрос, который задаётся, говорят, а что это такое? Ну, как бы, что это понять, что такое? То есть ты полетишь на сломанном самолёте? Ты полетишь на сломанном самолёте, да. То есть я бы сейчас сказал так, с удовольствием, с таким... Не то, что с удовольствием, с такой смешкой бы даже. А вы что думаете, что вы летаете всегда на исправном самолёте? Но это будет звучать как-то глупо, да. Но с другой стороны, если у вас не горит одна лампочка в туалете, в плафоне... Это считается отказ? Это считается отказ, потому что лампочка находится в общей электрической сети, естественно, да, самолёт, она запитана, то есть она как-то куда-то подключена, она не работает. Но как влияет эта лампочка на безопасность полёта? Никак. Ровным счётом, в общем-то, никак. Тренажёр Ан-26 никогда не был в таком. Боинг, Аэрбас много раз. А это прям... Вот неподготовленный человек посмотрит и скажет, что этот самолёт... Ну, понятно, что он сложнее в управлении, чем Аэрбас или Боинг. А насколько он опаснее или безопаснее? Требования к безопасности, они одинаковые, что для этого самолёта, что для тех. И самолёты все соответствуют этим требованиям. Наслежно. А сложнее, не сложнее распределение внимания. Да, здесь сложнее само распределение внимания. Все остальные функции, вот эти приборы выполняют абсолютно те же самые. Я понимаю, имеется речь о том, что современный самолёт больше помогает пилоту, как он больше на себя берёт действия, которые здесь должен сделать лётчик. Я правильно понимаю? Нет, он помогает сделать определённые действия, и всё. Он не летит вместо лётчика. Лётчик всё равно продолжает. Я вот занимаюсь как раз навигацией и приборным оборудованием на современных самолётах на базе Боинга 737. Там тоже нужно сделать очень много действий для того, чтобы самолёт полетел в том направлении, куда нужно, и как он должен лететь. То есть это не просто сел, кнопку нажал, и он полетел. Нет. Если взять пилотов самолётов Ан-28, то для многих таким удивлением бывает, что этот самолёт не имеет автопилота. То есть пилот весь полёт держит самолёт на руках. Но это же приводит к повышенной усталости, как мы понимаем. Ну, вождение за рулём тоже приводит к повышенной усталости. Но я бы не сказал, что пилот загружен больше, чем водитель на дороге. Но отсутствие автопилота, безусловно, увеличивает нагрузку на пилотов. С этим тоже сложно спорить. Вы знаете, мне кажется, работать с автоматическими системами, вот L410, там экраны, у них больше информации о ней и обязанности слежения за воздушным движением. Ничуть нагрузка не меньше, чем на пилотов Ан-28. Какое из авиационных происшествий приходит на ум при отказе авиационной техники? Нечеловеческий фактор. С нашей авиационной техникой. То есть разговор идёт о том, что вот произошла какая-то авария, катастрофа, и потом по результатам расследования было выявлено, что у этого самолёта отказал двигатель, отказал управление, потому что он стал рассыпаться от старости, от жавости, что он заржавел. Могу засвидетельствовать, что не было таких случаев. Таких катастроф не было. И мы становимся свидетелями авиационных происшествий, которые так или иначе опять нас подводят к человеческому фактору. Несоблюдение лётных законов, невыполнение схем, слабая подготовка. Из четырёх авиапроисшествий в региональной авиации, о которых я упомянул, в трёх техника была полностью исправна. Пока не закончено расследование, есть вопросы, почему встали двигатели ОАН-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области. Сообщалось, что обледенение, но почему не справилась противообледенительная система, была ли она включена, пока ответов нет. И тут важно напомнить, что авиапроисшествия редко, очень редко происходят по какой-то одной причине. Это всегда сочетание причин и факторов. И один фактор из предварительного отчёта МАК по происшествию по Томскому точно заслуживает внимания. Это уставший экипаж. Я прочитал предварительный отчёт МАКа, который доступен. Там сообщается, что время перемещения пилотов к месту работы из Магадана составило 10 часов 55 минут. Затем они без отдыха летали 4 часа, затем они были в гостинице, потом ещё было 5 рейсов. И вот этот рейс «Кедровый-Томск», где была аварийная посадка, был десятым за 24 часа. И их время работы составило 12 часов 28 минут. Хотя допустимая продолжительность не может по вашим документам превышать 8 часов. Вы можете прокомментировать эти цифры? Почему так произошло? Здесь произошёл сбой в планировании рейсов. Было вызвано это тем, что у нас накануне, по-моему, числа 14 или 15, из-за неисправности остановился борт в Барнауле. Соответственно, нагрузка была повышенная. И вот с учётом поясного времени, всё-таки от Томска до Магадана 4 часа, с переходом суток, не очень профессионально мы сработали. Что запланировали действительно экипаж с переработкой. Ну и экипаж несколько пассивно отнёсся к соблюдению своих норм и правил и не потребовал замены или отдыха дополнительного. Хочу поделиться с вами нашей небольшой радостью. У редакции наконец появилось полноценное съёмочное пространство, где мы принимаем наших гостей. Вы уже неоднократно видели его в наших выпусках, но только сейчас мы наконец доделали ремонт и собрали мебель. Кстати, именно поиск мебели оказался самым сложным, поскольку мы учитывали не только её удобство, но и внешний вид. Ведь, например, вот этот диван увидят ни много ни мало несколько миллионов человек. А на этих стульях будут сидеть герои наших выпусков. Я надеюсь. В общем, выбрать подходящую мебель задача не из лёгких, но с ней успешно справился датский бренд дизайнерской мебели Bo Concept. То, что скандинавы знают толку в минимализме, давно известный факт. Но то, что их мебель отлично смотрится в кадре и при этом суперфункциональная, это для меня открытие. Вообще, я считаю, что перед покупкой мебели на неё обязательно нужно посмотреть вживую, пощупать её, потрогать. Для этого Bo Concept открыл 10 салонов в Москве и по одному в Питере, Сочи и Краснодаре. А недавно и так в большом ассортименте мебели Bo Concept появилась новая коллекция с новыми материалами и моделями. Например, диван Bergamo, обеденный стол Fiorentino и бестселлер в новом свете, письменный стол Cupertino. Ну а наши диван и стулья из коллекции Оттава. Её разработал известный дизайнер Карим Рашид, специальный для Bo Concept. Если вы чувствуете, что хотите такую же мебель себе домой, но не уверены, что она впишется в ваш интерьер, специалист Bo Concept приедет к вам лично и подберёт лучшие варианты для вашей комнаты или квартиры. Переходите по ссылке в описании, заказывайте мебель Bo Concept с 20% скидкой по промокоду «Редакция» и ищите её в наших следующих выпусках. Я собиралась ехать как раз подавать документы, а брату там закупать вещи к школе. Вроде всё хорошо было. У меня даже видео есть, мы залетели в облака, просто всё белое, потом я его отключила, и через несколько минут двигатель перестал работать. Сразу два почти. Звук у двигателей пропал. Я в этот момент находился наушниках, слышал музыку, я снимаю наушники, слышу то, что гуло нет от двигателей. Поворачиваюсь к технику, третий член экипажа, и спрашиваю у него, типа, раньше такое было? Двигатели глохли, вот за тихо, он говорит, типа, раньше такого не было. Пилоты пытались завести самолёт, но не особо удавалось, раз за четыре, наверное, пытались. Вот. Потихоньку-потихоньку снижается перед болотом. Там скорость, как нам Тонт Пилот сказал, перед касанием земли была примерно около 110 км в час. Начинаем цеплять ветки, цепляем землю, там, протащила чуть по земле, и нас переворачивает. То есть я, ну, на секунду, там, на пять буквально, наверное, глаза потухли. Глаза открываю, понимаю то, что цел. Пока мы, наверное, не перевернулись уже, прям я такая, ну, не сегодня, ну, зачем, ну, всё же было хорошо. Перевернулись уже, когда... Наверное, единственная мысль, надо быстрее отсюда выбираться, помогать, там, другим. Я даже телефон не взяла, я о нём забыла. Всех выпустили, вышли, отошли на безопасное расстояние. Мы сначала метров, наверное, ну, 50 примерно от самолёта. Дождались, что там, ну, никакого сгорания не было, ничего не было. И после этого вот весь экипаж и я. Мы пошли вот вчетвером в самолёт собирать там вещи чьи-то чужие, подбирать всё это, вытаскивать. Ждали спасателей. И через два с половиной часа, примерно, нашли первые вертолёты. Как вам кажется, пилоты в этой ситуации герои или негерои? Герои. Всё правильно сделали. То есть, к ним никаких претензий нет, только благодарность. Потому что они посадили самолёт без жертв. В этот раз действительно всё закончилось хорошо, никто не погиб. Но почему я привлёк такое внимание к уставшему экипажу. Последняя авиакатастрофа с потерей пассажирского самолёта в коммерческой авиации США. Кстати, знаете, когда она произошла? В 2009 году, почти 13 лет назад. Вот она произошла тоже на региональных авиалиниях с самолётом-бомбардье авиакомпании Colgan Air. Как показало расследование, катастрофа была связана в том числе с усталостью пилотов. Они так много летали и так мало отдыхали перед последним рейсом, что при возникновении сложной, но не критической ситуации при заходе на посадку повели себя неадекватно, потеряли контроль над самолётом и это закончилось трагедией. Уставший командир это не может быть трезвомыслящим, тем более, когда что-то случается. Тут-то летишь в ночной рейс, уже под утро просто носом клюёшь. Это всё хорошо, всё нормально, когда всё работает у тебя. и то ты чувствуешь, что ты отрубаешься. А если вдруг в этот момент что-то случается, поэтому говорят, что в авиации не бывает катастроф по какой-то одной причине. А вот эта ситуация с переработкой пилотов, она насколько была нетипична или наоборот такое случается регулярно? Изредка такое случается. Изредка? Изредка. Вы же занимали на тот момент ещё и должность гендиректоров авиакомпании, я правильно понимаю? Да. И вы сами себя уволили как совладелец или вы были уволены с этого поста после этого инцидента? Буквально в мае месяце этого года уже на собрании учредителей вопрос о как бы снятии с меня дополнительной нагрузки, нагрузки он ставился. Приняли мы решение освободить меня ранее этого срока. Я правильно вас понимаю, что региональные авиакомпании в худшем положении в сравнении с общенациональными. Они влачат жалкое существование. Они перебиваются с копейки на копейки и экономят на всём. Региональные компании. Поэтому у них чаще случаются вот эти проблемы. Всё-таки если взять допустим Аэрофлот, мы же с госучастием компании и конечно государство поддерживает нас. Дают там и кредиты, и субсидии. И вот сейчас пандемию мы чувствуем эту поддержку, потому что это национальный перевозчик. А те живут как хотят. Как выживут, так и живут. я уверен, что нищая компания, которая всем должна и концы с концами не сводит, она не может по определению стать безопасной. Она просто себе позволить такого не может. И вот как раз у региональных компаний здесь есть проблемы. Не все, наверное, регионы, для которых эти компании работают, а как правило такие компании типа наши, они имеют среди своих собственников или учредителей все-таки региональной власти, муниципальной и так далее. Это не частный бизнес. Я же сказал, что трудно частному бизнесу в этом секторе работать, поскольку тут бизнеса нет. А если аэропорт закрыт, вы не можете попасть быстро, оперативно из Алёкминска в Иркутск, Якуцк? В Якуцк? На машине. На машине. Если будет межсезонье распутиться, никуда не попадешь. А продукты как на острове? В этот период никак, если машина не ходит, самолет не летает, никак. Просто заранее запасаются магазины. Но и тут только самым необходимым, а так, чтобы что-то было изобилие, такого, конечно, не бывает. Сложно в это поверить, но аэропорт Алёкминска старше и Домодедова, и Шереметьева. Он начал строиться в 1942 году, чтобы принимать американские самолеты, поставляемые по Ленд-Лизу. И вот здесь перед аэропортом памятник советско-американской дружбы, американский самолет на постаменте. На табличке в мемориале написано в память труженикам тыла, строителям авиаплощадки в годы Великой Отечественной войны. И что удивительно, с 1942 года взлётно-посадочная полоса здесь, в Алёкминске, не ремонтировалась вплоть до нынешних времён. Месяц назад новая, забетонированная взлётно-посадочная полоса начала принимать и отправлять самолёты, а до этого на протяжении более чем 70 лет и здесь самолёты буквально тонули, но продолжали принимать эйсы. Бывало и до двух недель без перерыва летали только вертолёты. И люди сидели здесь в аэропорту, в гостиницах? Нет, люди это же лето уходили на реку, но проблемы были с населением, потому что речной транспорт тоже не смог всех желающих вывезти. Это сейчас более-менее, а до этого была проблема. Выбора на самом деле больше нет. Хочешь налететь до Бугучан? Короче, до Бугучан только вот это. Я насколько знаю, туда можно добраться на автобусе, вот, ну, добирался бы на автобусе, вот, он на самолёте быстрее. И говорят, там дорога плохая. Минтранс в прошлом году принял новые правила безопасности для малых аэропортов. Восстановление 1603. Вы же знаете о том, что 1603 по сути дела денонсировали, то есть его по сути отменили. И, значит, та версия, которая была первоначальная, конечно, всех повергла в ужас. И много лет, между прочим, Минтранс, и я знаю, это я сам в этой борьбе участвовал, пытался силовикам доказать о том, что этого делать не нужно. Но те были как-то запрограммированы на своё, и говорили, что любой аэродром, чуть ли не грунтовый, в Тундре должен соответствовать, ровно как и Шереметьево, требованиям авиационной и транспортной безопасности. Давайте представим себе деревню, село, где до ближайшего крупного населённого пункта могут быть сотни километров бездорожья. И вот там, в условиях, возможно, даже отсутствия устойчивой сотовой связи, нужно иметь группу быстрого реагирования, нужно иметь систему видеонаблюдения, и нужно иметь техническую возможность передать эти видеоархивы в уполномоченные органы. Ну и плюс, конечно же, переметровые ограждения и так далее, и тому подобное. Это в той ситуации, где самой главной угрозой является медведь, а злоумышленнику с взрывчаткой для того, чтобы попасть на этот аэродром, нужно прилететь туда из ближайшего города. Ну вот здесь, кстати, по поводу ограждения, даже в субъектах ответственные лица понимают, что да, это нужно сделать. Даже не столько от людей, сколько от домашнего скота и от диких животных. То есть, когда медведь выходит на полосу, это случаи бывают такие. Могут там олени выскочить, лоси, ну всё что угодно. То же самое, что на автомобильных дорогах. Это надо делать, да, это дорого. К счастью, сейчас всё-таки возобладал здравый смысл и новый вариант требований, которые всё-таки будут применяться к посадочным площадкам, вводит порог. Для подавляющего большинства как раз посадочных площадок столь строгих требований уже не существует. Они появляются для объектов, ну, например, аэровокзалом с выпускной способностью свыше 100 пассажиров в час. Там финансовая нагрузка, связанная с обеспечением этих требований, уже может быть хоть как-то переложена на пассажира. Какие главные проблемы вы можете выделить у региональных авиаперевозок сейчас? Первая проблема кадров для региональных перевозок острее, чем в целом для отрасли. Какая ситуация с подготовкой профессиональных пилотов в России сейчас? Все профессиональные коммерческие пилоты, так называемые, которые могут оказаться в кабине вот этого воздушного судна, на котором вы летите в отпуск, они у нас готовятся в двух высших учебных заведениях Санкт-Петербургский университет гражданской авиации и Ульяновское училище. Это государственные учебные заведения, Здесь сейчас многие люди спросят, ну и отлично, в чем проблема? Ну в чем проблема? Я считаю, что это большая проблема. В данном случае нет никакой причины, почему это должно быть во-первых, за наши с вами деньги, за бюджет, то есть мы с вами платим за подготовку пилотов. Частный бизнес прекрасно бы справился с подготовкой пилотов и сделал это бы намного эффективнее, как это, собственно, практически во всем мире. Вот, давай сравним, как в мире? В мире такого явления, как государственное заведение, которое готовит пилотов, ну я не знаю про Китай, я не готов ответить про Китай, совсем не знаю, что там происходит, но в Европе, там в Северной Америке такого просто не встретишь. А как там? Частный бизнес, есть огромные тысячи летных школ, тысячи индивидуальных инструкторов, куда ты можешь обратиться и тебя научат. После этого есть нормальная, достаточно жесткая система контроля на выходе, то есть твои навыки и знания проверит так называемый полномоченный орган. Он сдает экзамены, он сдает экзамены специальному выделенному экзаменатору, которого мы называем DPE, Designated Pilot Examiner, но это не государственный чиновник. Это человек, которого государство обучило и наделило полномочиями принимать экзамены и выдавать пилотские лицензии. Оно этому человеку это право дало, оно его контролирует. У каждого DPE есть свой супервайзер из Федеральной авиационной администрации из ФАИ. Они перед ним отчитываются, каждый год проходят обучение, но это частные люди, которые берут денежки за экзамены в свой карман, не в государственный. Андрей Борисевич, мой давний товарищ, Андрей в свое время тоже работал в Медиа, потом резко изменил свою жизнь и сейчас Андрей совладелец частной летной школы в Флориде, США. Да. Не будем сейчас рассказывать, как это случилось, это отдельная огромная история. Андрей есть свой YouTube-канал, он там про это рассказывает. Вот так он называется. Посмотрите, если интересно. Сколько человек выпускает в год твоя академия? Уже 120. И какой у них средний налет по окончании? Мы сейчас говорим про всех. Private, то есть частные пилоты и коммерческие пилоты. Если это частные пилоты, то 60-80 часов, если коммерческие, то 250. То есть давай уточним. После того, как человек заканчивает с нуля пришедший твою академию, он может пойти работать в коммерческие авиалинии американские, там в American Airlines, Дельту. По закону может, но его с 250 часами никто не возьмет. А что он должен сделать, чтобы попасть в авиалинию? Он должен набрать полторы тысячи часов, и для этого практически все выпускники летных школ идут классическим путем, они становятся инструкторами и работают инструкторами от двух до трех лет, пока они не наберут вот эти полторы тысячи часов. В таких же частных школах, как творение? Сейчас у меня в школе работает 4 моих выпускника, трое из них, кстати, русскоговорящие, из разных русскоговорящих стран. И вот сейчас их уже начинают забирать в авиалинии. Еще раз, в обход государственного вуза стать пилотом в России в коммерческой авиакомпании сейчас невозможно. Причем, даже если ты закончил летную школу за границей, у тебя есть пилотская лицензия, ты умеешь летать. Все равно в коммерческую российскую авиакомпанию даже теоретически тебе сейчас путь заказан. Мы сейчас в развлекательном тренажерном комплексе Dream Air в Москве. Здесь, в тренажерах, в подвижных копиях кабин Boeing 737, вот это он, и там еще Airbus A320 катают всех желающих. Познакомимся с одним из тех, кто катает. Совсем какая-то была детская мечта, авиация. Ну, и вот это как мне где-то лет в 20 засело вот это вот зернышко, потихонечко оно росло, 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 и вот так по шажочку, по шажочку приехал в Вильнюс, я там учился, прошел медосмотр, оп-оп, и уже сам замечаешь. Сразу вопрос, почему в Вильнюс? Я не служил в армии по зрению, вот, и у нас получается, если ты не служил в армии, как считается, белый билет военный, волчий билет его еще называют. То ни в Петербургской, ни в Ульяновской не возьмут? Нет. То есть, я вот хочу привлечь ваше внимание, значит, смотрите, человек к 30 годам, когда уже становится в зрелом, человек самостоятельно принимает решение, понимает, что он хочет работать в авиации, он вкладывает свои деньги, в здоровье, в обучение. Сколько стоило обучение в Ревильнюсе? Ну, 50 тогда, с тысяч евро. Это огромный фактор. То есть, тут нужно понимать, что человек, который платит свои деньги, или он взял кредит под ученический договор в дальнейшем, чтобы потом отдавать у пилотов, большая зарплата. Они вполне способны окупить своей зарплатой свое обучение, до строительства образования. Здесь нет огромной проблемы. Банки с радостью вам выдадут этот ученический кредит. И поэтому здесь вообще не существует причины, почему государство сюда должно лезть. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что у государственных авиационных вузов в России сейчас нету частных конкурентов? Подготовка коммерческих пилотов это, как я говорю, рискованное земледелие. Это то, что, наверное, рынком не совсем может определиться. Потому что для того, чтобы качественно проводить подготовку коммерческих пилотов, необходимо вложить очень много денег в инфраструктуру. То есть должны быть самолеты, должны быть тренажеры, должны быть аэродромы, должны быть специалисты, должны быть аудитории, лаборатории и так далее. И это стоит очень больших денег. И без помощи государства достаточно требуемое качество вряд ли кто может обеспечить. Вот мы сейчас как раз в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, одном из двух вузов, которые сейчас в России готовят гражданских пилотов. У этого вуза еще пять филиалов по всей стране. И они совокупно в год выпускают примерно 300 новых пилотов. Сейчас, кстати, после ковида у них наметились серьезные проблемы с трудоустройством. Неважно, в большие авиакомпании или в малые. Потому что, несмотря на то, что внутренние авиаперевозки в России выросли очень сильно за последний год, тем не менее, конечно, ситуация с ковидом очень сильно сказалась. У авиакомпании сейчас есть выбор. Авиакомпаниям пилоты нужны, но в первую очередь нужны пилоты с опытом. Опытные командиры, опытные вторые пилоты, у которых уже большой налет, у которых уже большой опыт, которых можно просто нанять и посадить в кабину. А если авиакомпания нанимает молодого специалиста из университета, то все понимают, что в его профессиональную подготовку, прежде чем он станет полноценным пилотом самолета, нужно будет еще вложиться авиакомпании и деньгами, и временем, и ресурсами. По окончании вашего УВУЗа сколько средний налет составляет у выпускника? Ну, не менее 150 часов. Как вы считаете, насколько это достаточно? Для начала жизненного профессионального пути достаточно. А сколько у вас тренажеров всего здесь? Есть учебные тренажеры, которые обеспечивают учебно-налетную подготовку по основной образовательной программе, там это «Даймонды». Этих самолетов в предприятиях нет. Они только в училищах. Поэтому пилоты приходят не совсем подготовленными. Их приходится принимать на работу, переучивать на другой тип, проходить тренажер. То есть уходят от полугода до года для того, чтобы этого человека переучить на тот тип, который есть у нас в авиакомпании. Ну дайте в Ульяновское высшее училище или в Питер. Дайте Суперджет тогда. Выпускной. Пусть он будет выпускной самолет. Закончил на нем. Вот вы его выучите, молодого специалиста, чтобы он сразу пришел, сел и полетел. Мы их переучиваем на новый тип самолета. В нашем случае это «Боинг-737». Естественно, мы должны дать им очень много чего того, что они дают в летных училищах. Это абсолютно нормальный процесс. В летных училищах на Даймондах учат летать по учебным маршрутам, а в серьезной авиации учат летать на больших серьезных смотрях по серьезным маршрутам. Поэтому мы даем достаточно большой объем подготовки. Но это не совсем заново, так называются переучивания. Но здесь другая еще проблема. Вот все эти учебные заведения, которые я упомянул, государственные, они это подведомственные предприятия Росавиации, нашего уполномоченного органа в области гражданской авиации. Соответственно, она же, Росавиация, они же подведомственные предприятия, то есть она им пишет устав и по сути является учредителем этих организаций. Она же их сертифицирует, проверяет, хорошо ли они все делают. И она же должна, если я захочу организовать коммерческую структуру подготовки частных пилотов или коммерческих, тем более, я приду тоже в Росавиацию и попрошу у них выдать мне сертификат. То есть это классический, стопроцентный конфликт интересов. Абсолютно. Прямо по книжке. В данном случае Росавиация выступает как излишне строгий родитель, не доверяющий своим чадам ровным счетом ничего. И поэтому мы отлично знаем, общение с детьми, состоящее только из запретов, никогда не приводит к позитивным результатам. Здесь ситуация точно такая же. Я неоднократно это писал, говорил. Мне бы очень хотелось знать, что такое пилот-инструктор в России и экзаменатор. С этим есть что-то непонятное? Вообще все непонятно. Нет ни одного документа, который бы описывал, кто такой пилот-инструктор. Требования на пилот-инструктора как им становится, какими привилегиями он по обучению обладает. Кто такой экзаменатор, процедура, как мы становимся государственными экзаменаторами, через что мы проходим. Ничего этого нет. То есть каждая компания для себя решает самостоятельно, кто у нее инструктор? Получается, что так. Раньше, чтобы стать инструктором, такой налет у тебя должен быть. И чтобы ты был действительно опытный и умел, самое главное, работать с людьми. Потому что это работа с людьми. Это ты не рядовой командир. Сел там, полетел, пролетел, двери закрыл и пошел домой. Ты работаешь с людьми. И каждому нужен индивидуальный подход. Для этого нужен жизненный опыт. Нельзя научить опыту. Его можно только приобрести с годами. Вы готовы сейчас в любую авиакомпанию поехать? То есть, например, поехать в Иркутскую область или в Якутию на советский тип какой-нибудь, на А-26? Вы готовы или все-таки вы на Боинг? Нет, думаю... Ну, знаете, не абсолютное большинство, но большинство из нас, я думаю, сейчас уже готовы летать абсолютно на чем угодно. Будет предоставляться практика тебе какая-то летная, и будут эти летные часы, то, да, я думаю... Знаете, честно сказать, все лучше, чем кроссовки продавать. Какое сейчас в целом соотношение молодых пилотов и таких уже уверенных? Пока что далеко не в пользу молодых. Сегодня, особенно по квалификации командиров воздушных судов, люди 50+, они большую часть занимают. То есть, с уверенностью могу сказать, большую часть. То есть, у нас старение летного состава продолжается, потому что все-таки то ли выпуска недостаточно, то ли вот эти выпускники, они не все адаптируются вот в летную жизнь. Все стремятся куда-нибудь там в аэрофлот, сразу на магистралку, там на широкий фюзеляж. Но это не у всех получается, а в тундру полетать, погучиться немножко, да, почувствовать жизнь, это большинство, наверное, не согласны, да. Поэтому вот такая печальная пока картина вот в части кадров. Вот мудрая все-таки цитата. Кадры решают все, в авиации вот абсолютно все решают кадры. Абсолютно все. Пилоты аэробуса А321 уральских авиалиний сегодня совершили настоящее чудо. Они вручную смогли посадить самолет с полными баками топлива, без шасси, прязан прямо на кукурузное поле. Причем так, что всех пассажиров остались живы. Те, кто вообще в авиации ничего не понимают, ну вот они смотрят телевизор и ничего в авиации не понимают. Вот те кричат, он спас людей. А те, кто летает и понимают, в чем дело, как этот самолет летает и что там произошло, вот они как раз говорят, что он чуть не убил людей. Я внимательно слушал ваше интервью на другом YouTube-канале. Вы объясняли, что он не убрал шасси и что полностью заправленный А321 с полной загрузкой с выпущенными шасси на одном двигателе не летит. Ну это так. Но там не только в этом дело. Там была дана педаль очень сильно, вышли интерцепторы, дополнительное сопротивление появилось еще. был самолет загнан в такой режим, что он просто, он начал сыпаться. Он начал сыпаться и они поняли, что они сыпятся и стали шасси убирать. Когда они поняли, что они сыпятся и шасси мешают лететь, они их стали убирать. Так они рухнули в полуубранном состоянии шасси. То есть никто не собирался никуда садиться, никто самолет не сажал этот. Он просто как вот летел, так и куда бог послал, туда и упал. И это фантастическое везение, что там был не лес, а поле. Да, что это кукуруза смягчила удар там и все. Очень многие проводят параллель со случаем на Гудзоне. Когда на Гудзоне случилась эта ситуация, то пять месяцев шло расследование. Когда уже было понятно, что командир принял единственно правильное решение, что все, что он сделал, все это правильно и другого выхода у него не было. И вот он спас людей. Вот там как раз он спас людей. Вот после этого его наградили, поаплодировали, сделали уважаемым человеком. А тут, понимаете, ситуация комичная. Они еще из кукурузы не вылезли, а им уже звезды-герои. По этой ситуации с кукурузой ведь нет, у нее опубликованная официальная. Мы к этому подошли. Так она и не будет опубликована. А почему? Потому что сразу выступил Путин, сказал, что они герои. Высококлассные летчики по праву удостоены звания героев России. Там писали всякую, там оскорбляли, да ты куда ты там, на нашего героя. Я говорю, послушайте, мне все равно, пусть ему еще пять звезд навешивают там куда угодно. Мне не жалко. Дело ведь не в этом. Почему очень важно, когда происходит расследование всех авиакатастроф? Это очень важно. Это делается не для того, чтобы кому-то там наказать, посадить или кого-то наградить. Не для этого. Это делается для того, чтобы мы в своей работе исключить повторение этой ситуации. Чтобы ситуация, которая возникла, чтобы она, чтобы летчики понимали, как с ней справляться в случае возникновения такой ситуации у них. Почему и говорят, что кровью написаны наши все законы? Самое слабое звено в самолете, к сожалению, это экипаж. Вот. И что я как пилот могу сделать, чтобы сделать шаг вот к этим безопасным полетам, это придерживаться CRM. Вот. Мне кажется, это самое главное. Зависчивая лично от меня. Что такое CRM? CRM – это психология работы экипажа. И это опыт определенный. То есть, когда ты принимаешь решение, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт. Вообще, CRM стал вводиться после знаменитой катастрофы 1977 года на Тенерифе, где два Боинга 747-х столкнулись на полосе в тумане. А столкнулись они, потому что был суперопытный капитан на КЛМ. И он подавил весь остальной экипаж. Второй пилот видел, что полоса занята, но не решился возразить капитану. И они начали разбег и врезались в самолет, который находился на полосе. И в Боинге и КЛМ все погибли, а во втором панамовском были выжившие. Но это была самая крупная катастрофа в истории гражданской авиации. После нее как раз стали вводить CRM. Нельзя рассматривать CRM как панацеема. Прошел курс CRM и сразу стал безопасным пилотом. Нет. Это обучение правильному поведению, которое повысит твои шансы справиться. Это не гарантирует того, что ты всегда будешь молодцом, потому что случаи бывают разные. А вот в региональных авиакомпаниях, которые летают на А-26, например, там процедуры CRM вообще отсутствуют? Вопрос такой забавный в том плане, что когда встречаешься с коллегами с таких вот самолетов, у них есть такое понимание, что CRM для этих лайнеров не предназначен. Но, видимо, так они проходят курсы. То есть на них не доносят мысли, что CRM не имеет расовой принадлежности либо к какому-то типу воздушного судна, потому что это, в принципе, грубо говоря, свод правил хорошего поведения в самолете и около него. Но такое мнение встречается. Что вы мне про свой CRM рассказываете? Я летаю на А-26. Русская ментальность – это первый враг процедур. Вот процедуры, они как бы поперек души нашей русской, потому что мы как-то больше на эмоциях, на каких-то там личных талантах стараемся жить, показывать, какие мы профессионалы. Это неправильно. Вот для того, чтобы это победить, ну, наверное, еще не одно поколение. Это надо воспитывать с детства, в людях вот эту… То для того, чтобы работать по некоторым специальностям, таким, как, например, пилот воздушного судна, ну, значит, нужно с измыслом быть заточенным на четкое исполнение процедур. Вот это ключ к повышению безопасности, по-моему, в том числе и с преодолением человеческого фактора. Человеческий фактор – это вот из русской души вот так. Именно человеческий фактор и грубое нарушение процедур стали причиной самой крупной катастрофы 2021-го, когда Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, заходя на посадку, врезался в прибрежную сопку. Погибли все 28 человек, находившихся на борту. Экипаж, вопреки схеме, начал заход по правилам визуального полета, для чего нужен, собственно, визуальный контакт с землей. А его не было, над морем стояла низкая облачность. Визуальные полеты в этом секторе запрещены. На схеме написано, да? А они заходили еще сложно. Они пытались визуально зайти. То есть поднырнуть под облака. Все, кто пытается поднырнуть под облака, все заканчивают примерно тем же. По схожей причине произошла сентябрьская катастрофа Л-410 в Иркутской области. Самолет, кстати, он принадлежал авиакомпании Аэросервис, а это дочка авиакомпании Сила, той самой, которой принадлежал аварийно севшей в Томской области Ан-28. Л-410 заходил на посадку в райцентр «Казачинская» и упал, не долетев четырех километров до полосы. На борту были 16 человек, четверо из них погибли. Судя по предварительным данным, на заходе в сложных метеоусловиях в темноте экипаж, не увидев полосу на так называемой «высоте принятия решения», продолжил снижение, хотя обязан был уйти на второй круг. На авиационном языке такой тип катастроф обозначают аббревиатурой CFIT – контролируемый полёт в препятствия. Имеется в виду, что до момента столкновения с землёй воздушное судно было полностью исправно и находилось в управляемом полёте. Некоторые действия, я, может быть, чуть побольше знаю уже, в силу того, что меня опрашивали несколько раз. Так как приходилось отвечать на вопросы, я вынужден был получать некоторую информацию. Некоторые действия пилотов для нас необъяснимые. Я бы не стал более широко сейчас освещать эту тему, потому что расследование идёт, много факторов, которые следует учитывать, и давать какие-то оценки сейчас достаточно сложно. Банально, но ровно по той же причине и в похожих обстоятельствах произошла катастрофа Ми-8 на Камчатке в августе 2021-го. Из 16 человек на борту 8 погибли. Это были туристы из Москвы и Питера, которые летели на экскурсию в долину гейзеров. Вертолёт заходил на посадку на площадку, которая находится на берегу Курильского озера. Был туман. В таких условиях садиться нельзя. Нужно было возвращаться на аэродром вылета. Но, видимо, экипаж был здесь не первый раз, чувствовал себя уверенно. В общем, продолжил снижение. И вот так на снижение они в воду и вошли. Кому повезло, тот успел выплыть. Я, честно говоря, мало спал. Я просто спал, потому что была видимость никакая. И я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить. Просто со мной сидел мальчишка, сын моего друга. Но я со сна даже не успел... Если бы я был не сонный, я бы, конечно, успел его, ну, по крайней мере, снять ремень. Дальше уж там как бы получилось. Тут, к сожалению. Я отстегнул себя, и меня подняло сразу наверх. Сверху был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть. И это вообще сразу запомнилось водой. Можно, допустим, немножечко пренебречь какими-то регулятивными требованиями. И кажется, что это сойдет с рук. Но всякий раз, когда вылетаешь в условиях плохой видимости, рискуешь совершить какую-то серьезную ошибку на посадке. Всякий раз, когда летишь ниже минимальной высоты, рискуешь столкнуться с поверхностью. Именно пренебрежение такими базовыми правилами безопасности как правило, и выливается в какие-то драматические события. Давай посмотрим еще для сравнения на этот график. Он совершенно другой. Это за вычетом коммерческих перевозок. Здесь только авиационные работы и авиация общего назначения. Давай посмотрим вот сюда. И здесь мы видим, что по сравнению с прошлым годом даже сократилось число авиакатастроф, но при этом выросло число жертв. Да. Ну, сюда серьезный вклад дал или вот эти две катастрофы с ДСААФом. Они сюда тоже включены. Обе Л-410 с парашютистами. На этом видео парашютисты Мензелинского аэроклуба в Татарстане называют свои имена перед очередным взлетом 10 октября 2021-го. Для большинства из них он окажется последним. Это было какое-то нововведение аэроклуба, да. Сколько я этого приезжал, такого не было. Такого не было, да. Именно в этот день решили снять это видео. Да, 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 да. Парашютисты вообще в принципе заполняют довольно много бумаг. Два года назад департамент авиации ДСААФ выпустил еще одну бумажку, что должна быть видеофиксация на линии стартового осмотра. И каждый парашютист должен сделать доклад на камеру, в котором должен сказать, как его зовут, какой у него основной парашют, какой у него запасной парашют и сказать, что самое главное, что он готов к прыжку. Дмитрий Демин, мы с Митяем работали на НТВ страшно сказать, сколько лет назад. Сейчас ни я там не работаем. И еще тогда ты начал прыгать с парашютом. Мы знаем, что в этом году было две катастрофы в Кемеровской области и в Татарстане. Насколько за то время, что ты этим занимаешься, это необычное сочетание, что две подряд? То, что в этом году произошло две авиакатастрофы, по очень похожему сценарию, именно с парашютными бортами, именно в России. Я не знаю, как это воспринимать. Это может быть и такая грозная случайность, может быть закономерность. Не знаю. Чиз! Ничего не предвещало катастрофы. Был обычный прыжковый день с хорошей погодой. Я приехал совершить как минимум три прыжка, может быть и более, вот в этот день. Самолет вырулил с рулежной дорожки на взлетно-посадочную полосу. Стал набирать высоту. Я увидел, точнее как услышал хлопок. Хлопок был, сильный хлопок. И я увидел искры в левом двигателе. Потому что я сидел как раз напротив иллюминатора левого двигателя. Я это видел своими глазами очень отчетливо. После этого пропоследовала команда занять всем аварийное положение. То есть мы, все парашютисты, пригнули головы, обхватили коленями. И где-то вот в таком положении самолет плавно снижался. И после этого был резкий удар. Я, скорее всего, полетел вперед. Почувствовал сильный удар в спину. А затем упал. Упал на живот. А я звоню, и он берет руку. И я по голосу просто уже... Что случилось? Он говорит, что самолет разбился, и я в больнице. И у него выбирают. И все. И у меня, знаете, как мокрым потом просто прошибло. Каким хобби вы хотите заняться? Не прыжков. Ну, я думал об этом. Ну, наверное, рыбалкой. Что-то такое. Рыбалка. Спокойное. Что-то спокойное. Да, чтобы можно было взять жену, детей, все вместе. В парашютном сообществе все с нетерпением ждут каких-то хотя бы предварительных результатов расследования. Есть различные версии. В общем-то, там понятно, что и там, и там первопричиной была остановка двигателя. А что произошло дальше, там уже этот вопрос дискуссионный. И по большому счету, как говорят тертые авиаэксперты, нужно дождаться выводов комиссии. Потому что можно строить какие угодно догадки, но до тех пор, пока не будут на руках собранные видеозаписи, переговоры пилотов, мы не можем… Опять же, журналы обслуживания техники. Мы не можем… Никто не может сказать, почему так произошло. Я боюсь, что в России слишком много внимания к бумагам и слишком мало внимания к реальной безопасности, которая складывается не только из того, что зависит от каждого из нас. И всё-таки хочу ещё раз обратить ваше внимание, что в большой авиации, но это там, где мы летаем на Боингах и Аирбасах между крупными аэропортами, в 2021 году не было ни одной катастрофы. Никто не погиб. В больших российских авиакомпаниях, таких как группа Аэрофлот или С-7, с безопасностью всё плюс-минус на мировом уровне. Потому что они давно используют импортную технику, давно используют СРМ. И денег у них, конечно, больше. Но тем не менее, и здесь авиапроисшествия случаются. Одно из самых заметных произошло в начале декабря. Самолёт А321. Причём это А321 «Нео», абсолютно новый. Конкретно этому борту всего три года. После взлёта из Магадана попал в условия жёсткого обледенения. Из-за этого возникли проблемы с показаниями скорости. Самолёт стоял в Магадане при мокром снеге. Снег и наледь скапливались на фюзеляже. Когда проводили противообледенительную обработку, то всё это смыли с крыльев и с киля. С хвоста, грубо говоря. Но фюзеляж нос самолёта противообледенительной обработкой не затрагивает. Когда пилоты включили обогрев стёкол кабины, наледь стала таять, и струйки воды потекли по фюзеляжу вот так вот вниз. А поскольку холодно, меньше нуля, они стали замерзать, эти струйки, и очень неудачно замерзали они прямо перед приёмниками воздушного давления. Вот так вот они выглядят, трубки, питок называются. Это приборы, которые используются для определения воздушной скорости самолёта. Лёд, он натаивал, и, к сожалению, он расположился перед приёмниками давления воздушного самолёта. То, что измеряет скорость, высоту. И, соответственно, когда смотр разгоняется, воздух переходит через эти вот струйки, через барьерный лёд, так называемый, он становится турбулентным, и прибор начинает неправильно работать. Судя по опубликованным на сервисе «Флайт-радар» параметрам полёта, вначале ситуация развивалась очень тревожно. Самолёт потерял скорость и почти 3 километра высоты. Теперь 50-20. Мы не можем самолёт стабилизировать. По ровно такой же причине в 2018-м произошла катастрофа Ан-148-го в Подмосковье. Причём там обледенение приёмников воздушного давления, судя по всему, было не таким значительным. Но, тем не менее, командир, бывший военный лётчик, видимо, запаниковал. Решил, что скорость очень мала и дал штурвал от себя. На борту находился 71 человек. Все погибли. Самолёт летит, двигатель оба работают. Тяга есть. Ещё больше от себя штурвал. Второй тянул на себя при этом. Он сообразил быстрее командира. И если бы он пошёл на поводу у второго пилота, то все бы остались живы. И вот так вот он и летел. Пока из облаков выскочил, а вот она, земля уже. В Магадане пилоты С-7 справились с ситуацией и даже попробовали вернуться на аэродром вылета в Магадан. В Магадане была жуткая болтанка. Это, кстати, нормальное явление для Магадана. Там горы. Когда ветер дует, воздух достаточно неспокойный. И, видимо, не имея уверенности в правильности показания приборов, они просто решили выбрать езду узла наименьше и полететь спокойнее как спокойный аэродром. Но ребята молодцы. Ребята молодцы в любом случае. Потому что справиться с таким обледеневшим самолётом... Сейчас вот будет расшифровка, мы посмотрим, какие там крены... Я думаю, что это была проблема большая. Государство в лице его полномоченного органа должно создавать государственную систему управления безопасностью полётов и смотреть на все те риски, которые возникают. А особенное внимание она должна уделять как раз маленьким авиакомпаниям, маленьким эксплуатантам, которые просто не имеют собственных ресурсов для того, чтобы всё это делать и поддерживать. По богатим. На твой взгляд, в России эта работа на каком уровне? Ни на каком. Её просто не существует. Существует постановление правительства 12.15, так называемое, которое описывает механизмы создания системы управления безопасностью полётов, но она описывает механизмы, но не описывает целей. У нас вообще термин безопасность полётов в законодательстве, вообще говоря, найти очень непросто. Мы скажем, что у нас на каждой аварии допустима каждые 100 полётов, естественно, никто нам летать не даст. Это неприемлемый уровень. Если на каждые 10 тысяч полётов, это очень хороший уровень. А у вас, в вашем случае, это какой уровень? Не скажу. Почему? Ну, вы знаете, есть такое понятие, да, вот, ну, я вам сейчас это всё объяснил про приемлемый уровень, но когда что-то случается, я ещё ни разу в жизни своей не видел, чтобы происходила оценка. А вот, ну, хорошо, случилось, да, случилось, вот, ну, всё, самолёты, они тяжелее воздуха, они всегда падают на землю. Ну, или как приземляются, или падают. Ещё не было такого, чтобы он там куда-то улетел в космос или исчез, растворился, хотя тоже уже бывают случаи. Вот, но оценивать и говорить, что вот авиакомпания отлетала там, да, сколько-то лет, и у неё уровень находится на приемлемом уровне, ну, я такого ещё ни разу не слышал и не видел. Никто его и не оценивает, никто его и не спрашивает. В масштабах большой страны Росавиация, когда говорит о неких полётах, то чиновник представляет себе в голове то, что он представляет, сидя в Шереметьево, да, он понимает, что самолёт большой летит с пункта А в пункт Б, а то, что вертолёт, как вот, особенности полётов на вертолётах, да, и все вытекающие последствия, в том числе, связанные с регламентацией работы лётного состава, технического обслуживания и так далее, вот для него это непонятно, потому что он этого не знает, просто. Вот этот вот переход 90-е, 2000-е, слишком прям такой был корявый-корявый, да, и пока эти шрамы зарастут, пока мы эти новые настройки все наладим, ну, наладим. Не мы первые, не мы последние. Весь мир прошёл, это мы с небольшим отставанием тоже наладим. Сейчас как раз, пока мы с тобой говорим, но юбилей, как Советский Союз развалился, 30 лет. Ну, кажется, за 30 лет можно было всё выстроить в этом смысле. А для меня, как вчера. Возможно, там такая же мысль существует, что-то же вчера ещё было. Начинаешь думать, блин, миллионим-то уже было 20 лет назад. Для меня вчера. Время летит. Ну вот, друзья, надеюсь, достаточно информации, чтобы выводы, как обычно у нас на канале, вы сделали сами. Я для себя лично в очередной раз пришёл к заключению, что в ситуации с авиацией, как и во многих других земных ситуациях, о которых мы рассказываем, всё опять упирается в вопрос госрегулирования, его эффективности и в том числе в тему доверия между государством и бизнесом, государством и людьми. Но, как я уже сказал в начале, я в этом выпуске не хочу попусту философствовать. Поэтому закончить хочу конкретными цифрами. Это статистика ИКАО, Международной Организации Гражданской Авиации. Есть такой критерий безопасности полётов, показатель летальности, fatality rate. Так вот, в России он равен 0,77. Это лучше, чем в Африке, но значительно хуже, чем в Европе и в Америке. И в России, согласно этой статистике, вероятность погибнуть в конкретном полёте в шесть раз выше, чем в среднем мире и в пятнадцать раз выше, чем в Европе. Но даже при этом, по статистике, авиация остаётся в России самым безопасным видом транспорта. Чтобы попасть в авиакатастрофу, чисто статистически, нужно летать на самолёте коммерческими рейсами каждый день в течение трёх тысяч пятисот лет. Знаете, есть такая известная, основанная на реальной статистике, шутка. Ваш шанс разбиться в самолёте неизмеримо меньше шанса разбиться на машине по дороге в аэропорт. Это редакция. Комменты, лайки туда, подпишитесь на канал и скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!